Всех рад приветствовать. Сегодня у нас в гостях Борис Сергеевич Бояршинов, физик-ядерщик. Продолжим разговоры, скажем так, о вечном, вечные вопросы. Многое уже удалось обсудить, но, естественно, новые вопросы возникают. То есть мы уже о космосе, о Вселенной поговорили с разных сторон. Но с другой стороны, естественно, возникает следующая закономерная тема о человеке, о космосе. Понятно, что у нас Циолковский достаточно давно многие темы эти поднимал, даже тогда, когда они были непопулярны. Сейчас у нас уже в космос устремляются буквально все. Все хотят вслед за Юрием Алексеевичем Гагариным тоже в космос, на другие планеты. Ну и дальше, собственно, забраться хотят. То есть если миллиардеров смотреть, то у нас каждый, кто разбогател, у кого много совсем денег, все собираются сразу туда. То есть это и Джефф Безос, и Ричард Брэнсон, и Илон Маск. Вот все как бы в этом направлении собираются. Но из тех достижений, которые у нас есть, это что у нас есть? У нас есть Международная космическая станция. Это 400 километров над Землей, насколько я понимаю. Постоянно работает, и как раз там годами люди находятся. Есть, естественно, успешные полеты на Луну. Есть планы по Марсу. И хочется понять, а что же мешает? Потому что тот же Циолковский, у него планов громадье было. То есть что нужно полететь на другие планеты, то есть и какие-то культуры развивать уже за пределами Земли. И получается, что космические программы уже не одно десятилетие есть, но как-то мы не шибко сильно продвинулись. То есть достижения-то есть, но что-то мешает. Вот хочется понять, что мешает, и вот какие еще важные моменты отметить. Ну, сейчас я расскажу, что мешает, но прежде всего хочу сказать. Вы сделали небольшой перечень достижений. МКС, там Гагарин летал, а МКС летает, и были на Луне. И вот, кстати говоря, есть целый, так сказать, слой большой людей. Речь идет о десятках процентов, которые не верят в том, что американцы были на Луне. То есть вот они как-то дали себе внушить вот такую вот кликбейтную теорию о том, что это все вымысел, это мировой заговор. Зачем он, непонятно. Ну, вот заговор такой, американцы всем заплатили. Да, непонятно. Неужели они всем успели заплатить, включая вьетнамцев? Боже, не думаю. Не думаю, что они вьетнамцам хорошо платили за то, чтобы те признали, что они были на Луне. Нет, конечно, они были на Луне, никакого фейка тут нет. Так вот, вернемся к Солковскому, начнем. Ну, вот Солковского, так сказать, справедливо, в общем-то говоря, называют основоположником теоретической космонавтики. Ну, или хотя бы одним из основоположников теоретической космонавтики. На, по-моему, ну, я никогда там не был, к сожалению. С детства мечтал побывать, но ни разу не был. Один раз читал там дистанционную лекцию. Дистанционную лекцию читал я там, но сам там не был. Это музей космонавтики в Калуге. И вот, как говорили мне в детстве, над входом надпись, цитата, из Солковского «Земля колыбель человечества». Но человечество не останется вечно в колыбели и вот вырвется за ее пределы. Ну, между прочим, эта фраза, она, как сказать, как всегда, вырвана из контекста немножко. А реально там ситуация была несколько иной. Он был философ. Философ он был скорее религиозный. Вот. И его волновала тема. А как же будет, когда будет воскрешение из мертвых? Вот. Так, как же будет, когда будет... Где же они будут жить-то? Из чего они сформируют свои тела? Да? Вот такая проблема была. Вот. Ну, и он, значит, пришел к выводу. А это были старые времена, когда еще гипотеза эфира работала, что вот, мол, свет – это колебания, которые распространяются в эфире, в мировом эфире, который заполняет всю Вселенную, все пространство мировое. А это какое-то очень легкое вещество с загадочными свойствами. Оно легче даже водорода. Вот такой вот эфир был. Они предполагали его. В ту пору ведь не знали, как устроен атом. Это еще было до опыта Сфорезерфорда. Никто не знал, как он устроен. Ну, мало ли, а вот еще легче, да? Это мы сейчас понимаем, что легче, так сказать, протона-то, в общем-то говоря, атом не сделать. Вот. Если только мы протон на что-нибудь заменим, например, на позитрон, да? Получается, так сказать, позитрони. Электрон с позитроном в паре крутится, пока не аннигилирует. Вот. Ну, вот какие-то такие вещи. Ну, короче говоря, эфирные тела будут у покойников, которые воскреснут. Жить они будут в космосе, будут эфирные поселения. И питаться они будут солнечным светом. Вот такая была концепция Циолковского. И он в значительной степени все-таки религиозный был философ. Так уж получилось, что перед смертью умирал он больным. Умирал он где-то в 30-х годах. Насколько я помню, значит, он, ну, в общем-то, был, ну, как сказать-то, признан, принят социалистической действительностью, да? Последний год, по-моему, его жизни на Красной площади во время майского парада звучало его обращение, да? Даже, что вот, мол, ну, вот к планиристам, к моделистам, вот таким вот. А в будущем это будут полеты. Сначала Земля-орбита Луны, а потом, говорит, Земля-Луна, как имя, Москва-Луна, Калуга-Марс. Вот такие вот рейсы будут. Вот они вот такие были. Вот, и вот к нему, значит, соответственно, с полным уважением относились. И перед смертью решено было принять все его документы в качестве, так сказать, заархивира, в коробки сложить, и забрала советская власть. Хранились они в архиве. И там большая часть была, конечно, сочинения его на тему философскую. Между прочим, я не знаю, как сейчас, а до недавнего времени, но еще в начале 2000-х годов регулярно проводились философские конференции по Циолковскому. Вот, они, значит, были посвящены во философии. Там, значит, философы в основном встречались, вот на эту тему. Это называется направление философии русский космизм. В силу того, что сейчас велено нам развивать изучение русской именно философии, я думаю, это войдет, так сказать, в тренд, да? Потому что вроде велено издать какое-то огромное собрание русских философов, там что-то, десятки томов должно быть, да? Ну и без этого, без русских космистов тут не обойтись никак. Без них пропадем. Не заполним, не выполним, так сказать, листаж, очевидно. Но, кроме всего прочего, у него были и работы, которые вот в нашем плане были. Он вообще был мечтатель. Он был мечтатель, глуховатый такой вот. Он в детстве, как говорят, перенес, как это, ну, называли тогда, так сказать, золотуха. Наверное, у этого названия есть приличное, у этой болезни есть приличное название. Ну, вот он был такой золотушный мальчик, оглох, он был сын, 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 как это называется-то, лесника, лесничий, лесничий, не лесник, лесничий, в Космодемиановском музее с Дерезанской области. Вот, и он, значит, поехал сдавать экзамен, домашнее обучение было, экзамен на учителя, значит, вот, математики для школы. В Рязани он его сдавал, жил там, ну, квартиру снимал в маленьком домике таком. В 90-е, в лихие 90-е там был склад бананов, висит эта самая мемориальная доска и склад бананов. Вот, бананами там торговали люди. Ну, себя дома складывали, торговали бананами. Вот, такая вот была жизнь. А потом он работал, я извините, что излагаю его, значит, биографию, наверное, это важно, работал в Калуге. А в Калуге он преподавал в ипархиальном училище для девочек. Вот, дело в том, что церковь, она заботилась о том, чтобы, вот, воспроизводилась вот этот вот слой культурный, священнослужителей. И, соответственно, священнослужители нужны были образованные, так сказать, попадьи. Вот, девочки из семьи священников, вот, учились в этом ипархиальном училище для девочек. Он с ними строил монгольфьеры из папиросной бумаги. Это такой шар, а под ним ставят агарчик свечной. И, значит, наполняется тёплым воздухом от свечки и летает. Вот они запускали монгольфьеры, клеили. Он ещё, значит, математику очень творчески преподавал. Вот, например, как доказать, что объём конуса равен одной трети высота на основании, да? То есть, одной трети объёма цилиндра. Вот, склеим, девочки, цилиндр из бумаги, да? Цилиндрический сосуд. Склеим такой же конический. Наполняйте конус песочком. Засыпайте ещё раз. Три раза и полный конус. Да, ну всё. Доказали. Пошли клеить монгольфьеры. Вот такая вот у них была работа. Вот в математике он не очень разбирался. Насколько известно, в высшей математике он был очень далёк от неё. У него были всякие интересные идеи. Он то в одно возьмётся, то в другое. У него была замечательная идея. Такая вот... Он не был знаком с статистической физикой, то, что называется. Вот распределение по скоростям Максвелла, распределение по энергиям Больцмана. Это он вообще знать не знал. Но на эту тему какие-то мысли высказывал. И отправил их куда следует. В русское, как он назывался, общество. Физико-химическое, по-моему, общество называлось оно. Отдали эту работу на рецензию Менделеева. Менделеев написал, ну, вообще-то всё уже давно сделано. Ну, давайте примем человека в общество. Ему сказали, вот вы приняты. Реакция его неизвестна, короче говоря. Он был принят в русское физико-химическое общество. Что значит плюс в нашем понимании его. Вот он был член. Принят был, не знаю. Вот. Ну, а так у него топы мечтать о дирижаблях. Вот мечтать о дирижаблях, он, надо сказать, он был гениальный одиночка. За что ни возьмись, всё, может что-нибудь придумать. Он взялся за дирижабль и придумал. Какая проблема у дирижабля? Он же мягкий, мягкая оболочка. А вот давайте сделаем дирижабль цельнометаллический, сплошной металлической оболочкой. Это не значит, что в этой оболочке надо заполнять, так сказать, водородом. Вот. Надо там расположить мешки с этим самым газом, да? Понятно. Ну, на самом деле так. Ну, вот это, в принципе, очень правильная концепция. Вообще-то говоря, те вот тканевые дирижабли, там ведь тоже внутри этот корпус тканевый, а там мешки тоже из этого самого, тканевые мешки с водородом или гелием сейчас. Вот. Все эти Гинденбурги так были устроены, который сгорел тогда, помните, дирижабль Гинденбург был немецкий. Вот. Ну, так что жизнь, вот такая вот идея. Кстати говоря, стали его строить, этот дирижабль. Вы знаете эту историю печальную. Его строили, строили, да не достроили. Металл, который на него был, значит, потрачен. И, значит, это было на дирижабельной улице, этот город, где МФТИ находится. Вот там, это дирижабельная улица, там было предприятие, дирижабль строят. Вот. И из этих вот фрагментов дирижабли облицевали арки на станции метро Маяковская. Так что, вот, знаете, это вот непосредственно с Маяковской, с ним связано. Кстати, совсем недавно в Америке таки, да, построили, так сказать, жёсткий дирижабль. Всё летает, всё правильно. Концепция Константина Эдуардовича была вполне правильная. Вот. Вот. И ещё неплохо было ему помечтать о полётах в космос. Вот как ни крути, та формула, которая называется формула Циолковского, в принципе, она, как бы сказать, получается не так уж сложно, если вы умеете решать дифференциальное уравнение. Ну, вот, она у неё без диффур получилась, он её вывел. Формула такая вот. Она показывает, до какой скорости можно разнагадать полезную нагрузку, так вот, нами говоря. Значит, сколько надо израсходовать топлива, да. Вот у вас есть рабочее тело, да. Вы его, значит, выбрасываете назад. Это принцип реактивного движения. Вот. И вот в зависимости от скорости, с которой вы назад выбрасываете, это называется скорость истечения. Скорость истечения, значит, газа из сопла двигателя, да. Вот. Вот. Ну, получается очень печальные вещи, потому что при реальных скоростях истечения, с которыми мы имеем дело, всё очень плохо. И вот тут первая проблема, с которой мы сталкиваемся. Ну, как вот в детстве было хорошо помечтать. Сели в космический аппарат, полетели там, всё такое прочее. А тут ведь, получается, сели в космический аппарат, полетели и стали расходовать топливо. Значит, нужно, чтобы эффективно расходовать вот это вот рабочее тело, значит, это же масса, нужно его быстро выбрасывать назад. Реактивный двигатель. Ну, вообще-то говоря, реактивный двигатель основан на том, что рабочее тело нагревается. Ну, вообще-то говоря, большинство реактивных двигателей – это что-то сгорает. Например, керосин в кислороде, как у Юрия Алексеевича Гагарина было. Ну, может это быть твёрдое топливо, но тоже там всё это разложение, окисление происходит. Вот. И получается, значит, газы, продукты сгорания. В принципе, вы можете эти газы нагревать чем угодно. Хоть электрической дугой. Есть такой электродуговой двигатель, на него даже можно посмотреть в Ленинграде, Санкт-Петербурге, на Заячьем острове, там, где эта самая Петропавловская крепость. Там в одном из его казематов находится музей газодинамической лаборатории. Там вот, значит, враг народа Тухачевский организовал газодинамическую лабораторию, возглавлял его Лонгимак. Ну, потом они все гады оказались, кого расстреляли, кого посадили. Ну, вот, некоторым повезло, их посадили. Некоторым не повезло, их расстреляли. Вот. Ну, вот такие вот дела были. Вот у них была такая разработка. Кстати, тот, кто разрабатывал, его не посадили. Это известный, так сказать, Глушко. Вот Глушко остался цел. Ну, может, он отсидел. Ну, кто тогда не сидел, простите меня. Тогда все сидели. Вот. Ну, так вот. Так вот, в любом случае, тут надо нагревать. Понимаете, да? Даже если берете атомный двигатель, то есть вы нагреваете в активной зоне реактора что-то до высокой температуры. Ну, рабочее тело. Например, водород. Ну, сразу возникает проблема. До какой температуры можно нагреть? Это температура, вот, термическая прочность материалов. Сразу так вот заглянем в далекое будущее. На поверхности Солнца температура 6 тысяч кельвинов. Она соответствует такой энергии, при которой любая химическая связь распадается. То есть никаких объектов, вот таких в нашем понимании, твердых или жидких там быть не может. Ну, в общем-то говоря, слабо ионизированная плазма в лучшем случае. Вот. А так-то какие-то есть там 3, вроде как есть мечты про 4 тысячи градусов кельвинов. Кельвин. Кельвины. Правильно мерить в кельвинах. Стойкость разных керамических материалов. Вот такие вот керамики. Металлы все уже расплавились к этому моменту. Керамические материалы. Ну, ладно, пускай будут керамические материалы. Нам-то что? Ну, все зависит от температуры. А теперь давайте вспоминать. Значит, внутренняя энергия газа, внутренняя энергия газа, зависит от прямо пропорциональной температуры. Все. Там еще она связана со степенями свободы молекулы, но не буду вам голову заморачивать. Я вроде без формулы рассказываю. Правильно? Хотите, я напишу, конечно, не проблема. Ну, вот вы понимаете, значит, вот он горячее, это самое тело рабочее. И надо его дальше расширять. Оно будет охлаждаться и совершать работу. То есть ускоряться будет. Это как вот в двигателе внутреннего сгорания или в паровой машине. Там рабочее тело нагретое, расширяется, охлаждается и совершает работу. Толкает поршень, там паровоз поехал, автомобиль покатился, да, вот это все. А тут ракета полетела. Расширяется вот это сопло. Замечательная вещь, да? Некоторые говорят сопло, но, по-моему, это неудобно. Ну, вот те ракетчики, с которыми я работал, они говорят сопло, они не говорят сопло, потому что если склонять, а им приходилось много склонять на разные темы это слово, то получается, так сказать, внутри есть ли сопла, сопло, это что получается, в сопле, что ли, да? Ну, как-то серьезные люди готовы такими словами кидаться. Не надо. Вот. Ну, вот, короче говоря, сопло, будем говорить, и в нем происходит расширение газа. Газ ускоряется, давит на сопло. Вот когда газ расширяется в двигателе внутреннего сгорания, он давит на поршень. Поршень движется, и там приводит в работу, там какой-нибудь маховик какой-нибудь крутит, да? А тут он толкает вот это стенки сопла. Вы понимаете, сопло, оно где у ракеты? Внизу, да? И вот тут первая проблема, которая возникает при запуске такого рода ракет. Надо сделать так, чтобы она не упала. Вот, представляете, взять карандашик, и на пальчике его вот так вот держать. Это сложно очень, понимаете, да? А тут получается вот этот пальчик, это на самом деле вот это самое сопло, на которое давят эти силы, которая его, так сказать, точка приложения сил с одного конца внизу. Да? Очень неустойчивая вещь. Надо суметь еще так отрегулировать, чтобы это, в общем, не перекувырнулось на месте, да? Это целая проблема, которая, в общем-то, была решена еще в старые времена, но она и сейчас требует решения, бывает. Это я вам расскажу. Может быть, сейчас даже, когда не забуду. Вот. Ну, то есть, скорость истечения химического топлива получается первые километры в секунду. Ну, если так теоретически помечтать об каком-нибудь ядерном реакторе, который нагревает водород, то там может быть 10-11 метров в секунду. Ну, это помечтать пока только, да? Единственное, что может давать хороший выход, это так называемые ионные или плазменные двигатели. Вот это нормально. Там ускорять приходится, не нагревая. Там же электрическое поле приложили, ну, как вот, например, ускоритель элементарных частиц, да? Ускоряются протоны, электрическим полем ничего там не нагревается, да? Для этого не нужен нагрев, поэтому тут все нормально, стойкость обеспечена. И вообще, в принципе говоря, по-моему, уже в 70-е годы на орбите использовались вот эти вот ионные или плазменные двигатели, ну, как для коррекции еще. Расход тела очень маленький, мощность тоже очень маленькая, то есть их хватало питать от батарей, вот так от батарей питались они, вот, и от солнечных батарей, ну, там для коррекции. Вот сейчас это еще усугубили с этим делом. Говорят, энтузиасты говорят, что можно обеспечить скорость истечения 100 км в секунду, а может и больше, я не знаю, ну, я целиком за энтузиастов, это прикольно, 100 км в секунду. Но при этом, значит, расход массы очень маленький. Почему расход массы маленький? Потому что помните фраза mv квадрат пополам, слышали? Это кинетическая энергия. Значит, это вот мы в единицу времени сколько-то выбрасывать этой самой массы с такой чудовищной скоростью, и вы на это должны обеспечить мощность. А вот та мощность, которая, ну, так сказать, предполагается, мощность, характерная для ядерной энергетической установки, работающей на орбите, а такие вот у нас уже были, имели место быть, ну, она позволяет обеспечить совсем ничтожную тягу. Ну, постоянно, с небольшим расходом топлива, и вот можете ускорять, ускорять, но долго. Не так это быстро и полетели, да. Там совсем ничтожное ускорение, да, то есть, так вот нами неощутимы, мы даже не почувствуем, что мы поехали. Эта фраза Гагаринская, поехали, у него сразу перегрузки в несколько же, да, как он поехал-то. А тут какие там же, там как, ничтожные совершенно тяги, там какие, доли ньютонов. А это летит целая дура, вот эта, с ядерным реактором. Но летит, да, то есть, можно за большое время ее разогнать. Кстати говоря, вот, чем выше орбита, на которой вы запускаете аппарат, тем меньше масса, которая может туда забросить ракета. Так вот, придумали такую концепцию, это у нас в Союзе, в России, в России. Это значит, вы запускаете на низкую опорную орбиту, на тяжелый спутник, а у него есть вот эти вот плазменные двигатели, и он, обычные батареи солнечные, и он потихонечку там, за пару лет, поднимается на нужную орбиту, да, вот, а так бы не запустили бы такой аппарат туда. А так бы запустили, ну, не сразу, потерпеть надо. А так все работает, все работает. Это прикольно, на самом деле. Вот. Так вот, поэтому-то и не полетать нам особенно, никуда не разлетишься. Большая масса должна быть исходная. И тут есть вообще непреодолимые вещи. Вот эти вот ионные двигатели не помогут нам выйти на орбиту. Не помогут. Это там, где-то в космос летать. Туда надо выйти на орбиту. Это опять вот огромная ракета, огромные грузоподъемности, да, огромное количество керосина сжигается, или что, водорода, или метана. Там сейчас такие варианты есть, значит, на жидком водороде и жидком кислороде. Ну, предпочтение вроде отдается на жидком метане и жидком кислороде. Потому что температура сжижения водорода гораздо ниже. Ну, и сами понимаете, такой вот очень холодный и хранить тяжелее, да, нагреваться будет. Ну, метан все-таки более технологичный. Извините, пожалуйста. Более, так сказать, ну, что, жидкий метан, он море, по морю в танкерах возит. Ну, все нормально. Вот, жидкий водород пока еще вроде не возит. Хотя собираются, кто их знает. Но он очень легкий, много места занимает. Чтобы это обеспечить таким топливом. Вот. Ну, так вот быстро не полетишь. Первое свойство. И надо выйти на орбиту. Теперь еще один момент. Ну, вроде как можно помечтать об очень больших ракетах-носителе, которые сразу поднимают большую нагрузку на орбиту. вот американцы создали в свое время Сатурн-5, который поднимал, значит, на орбиту вот этот комплекс Аполлон с лунной кабиной, да, а потом он поднимал Скайлэп, вот их, вот, небесную лабораторию, вот такой вот огромной ракеты. У нас строилась ракета Н1. И тут так как-то получилось. Ну, у нас вообще страна специфическая, у нас вроде бы плановое хозяйство, всегда было социализм, все прочее, но очень среди конструкторов очень развита была конкуренция. Конкуренция на, так сказать, уровне межконструкторским и бюро. Принимается решение там, наверху, в Кремле, потому что серьезные проекты делались по постановлению Совета Министров и ЦК КПСС. Так это называлось. Вот. Ну, то есть, надо как-то там суметь объяснить, кто там, кого слушают там. А там люди, конечно, ответственные, но они нужного уровня образования не имели. Решать решали, образование, их можно было, так сказать, обойти, убедить, да. Ну, до сих пор вот надо в интернете читать всякие проекты западные, да, которые финансируются, да, вот, всякие там стартапы. Частный бизнес вкладывает свои деньги в кучу стартапов, один да выстрелит, да, причем некоторые, ну, явно не выстрелят вообще, ну, потратили деньги на них, да, ну, люди заработали, не знаю. Хорошо это, конечно, ну, ну, чего, сделали доброе дело, чего там, я же сам попрошайничаю в интернете, да, прошу мне деньги перевести, ну, они вот так тоже попросили, еще что-то там, работу научную провели. Не, ну, нормально, я поддерживаю, одобряю. Вот, но тут вот была такая штука, что по тем или иным причинам не было разработчика в стране, который мог бы сделать большой двигатель, как у Сатурна-5. И решено было взять много-много-много-много менее больших двигателей, связку такую большую сделать и, значит, сразу. Но надо было сделать так, чтобы они синхронно работали. Ну, я вам помню, я говорил, чтобы ракета не упала. Если один двигатель отключается, и другое что-то отключалось, то в ту пору вот таких все, компьютеров бортовых еще не было. Они как раз во время лунной гонки появились, и появились не у нас, а у американцев, да? Ну, потом это вот, так сказать, детище их, это вот те самые лаптопы, как это, ноутбуки, на которых мы работаем. Это вот детище тех самых, потомки отдаленные, более мощные, чем те бортовые компьютеры. Вот. И не получилось, она один, она вот падала. Там какая-то схема релейная должна была быть, тут включилась, ну, такая логическая, не получилось. Нужно сказать, что и сейчас, в эпоху компьютеров, у Илона Маска не сразу получилось, он же использовал для своего старшипа эту старую добрую схему. Много-много маломощных двигателей. Да, ну, вот-вот, у Илона Маска это не с первой попытки получилось, но получилось, слава Богу. Торжество технологий, будем, так сказать, говорить так. Вот, то есть, подняться с земли все равно нужно. И вот оказалось, есть еще один предел для этих ракет-носителей. Бесконечно больших построить нельзя. И были такие мечты, ракета такая огромная, морской дракон, ее не запустишь ниоткуда, потому что она такая большая, она в море, в воде плавает на плаву, ну, понимаете, как, 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 и вот он стартует из воды, эта ракета, морской дракон, такой проект был, супер большой ракет. Ну, он, наверное, так проектом и оставался, но вот знающие люди, они где-то так писали в годах, наверное, восьмидесятых, такую вещь, вы знаете, очень большую ракету-то, существенно больше, чем Сатурн-5, едва ли можно сделать. Сейчас мы, говорит, вам объясним, в чем дело. Значит, вот, видите ли, в чем дело, материал должен выдерживать нагрузки, ну, он должен выдерживать свой собственный вес, да, вот он стоит на стартовом столе, он же не должен развалиться, уже. А потом, когда он стартует, у него появляется еще одна нагрузка, звуковая нагрузка, рев двигателей, вот, ну, я никогда не присутствовал на старте ракеты, потому что сказать не могу, один мой ученик, он мне, так сказать, учился, когда-то, любимый ученик, я его так обычно называю, он сейчас в каком-то банке работает, а начинал он с того, что писал программы для спутников, вот, они, загружаются, программы на спутник, и этот спутник, значит, запускают, из космодрома, он, значит, все время сидит при этом, при этом запуске, все там свои-то, клавиатурки водит пальчиком, ну, потом, значит, когда все это запускает, он, конечно, пальчиками не водит, он может издалека посмотреть, километров с десяти, но, говорит, вот какое событие, значит, такая большая звуковая нагрузка, что как будто тебя всего промассировало, да, понимаете, вот, да, вот, когда рядом стоишь со сцены, на которой там, бу-бу-бу-бу-бу, вот эти вот, там вот, кажется, прям по одежде хлопает тебе что-то, да, а тут все промассировано, десять километров, и после этого хочется сразу пойти в туалет по-большому, потому что все кишки промяты, простите меня, да, вот, такая шаломляющая физиологическая подробность, вот, кстати, однажды он премию получил, знаете, за что, замечательная вещь, он, значит, готовит программу к запуску, она у него не идет, ну, а то приехал, приехал главный конструктор, приехал на это запуск, а программа не идет, он говорит, а программа не идет, надо спутник снимать с ракет-носителя, представляете, люди приехали, готовили, главный приехал, а тут из-за него одного, ну, что делать, сняли, поставили чей-то другой спутник, ракета запустилась, упала, взорвалась, и многолетняя работа тех, кто спутники создавал, псу под хвост, а Эдиков спутник остался цел, его благодарил сам главный конструктор, спасибо, Эдик, ему премию выписали, за то, что у него не работала программа, прикольно, да, вот так вот, вот такие вот, где-то я его не доучил, и вот, значит, пожалуйста, премию он за это получил, что не доучил, да, вот так вот, везет человеку, да, молодец, Эдик, вот такие вот дела, значит, ну, так, короче говоря, ситуация, с этими ракетами, вот, большая звуковая нагрузка, и чем больше вы делаете массу, тем больше мощность, больше, короче говоря, роста полезной нагрузки не произойдет, просто она будет все тяжелее, тяжелее, тяжелее конструкцию надо будет делать, вот, то есть, есть такой предел, то есть, Земли бесконечно большую массу запустить нельзя, ну, к сожалению, не то, что бесконечно, есть ограничения, вот, так, чтобы запускать туда придется, мы мелкими порциями на орбите монтировать, и кши полетели, да, вот, то есть, вот быстро не разбежишься, имейте в виду, вот этот вот легендарный космический буксир, про который много, несколько лет последних на выставках нам показывает этот проект, на котором будет стоять ядерный реактор, и как первоначально предполагалось, ядерный реактор должен будет нагревать рабочее тело, которое будет приводить в действие некую тепловую машину, вообще тепловая машина в космосе, это двоякая проблема, во-первых, у каждой тепловой машины должен быть холодильник, то, что охлаждает рабочее тело, ну, с ракетным двигателем нет проблемы, холодильник это вот космос, он выбросил рабочее тело и забыл про него, у автомобиля холодильник это, так сказать, радиатор, чтобы охлаждать тело, ну, там тоже выхлоп идет через трубу, тут он охлаждается, а если у вас что-то такое, замкнутый цикл, а в космосе придется делать замкнутый цикл, иначе что, рабочее тело-то будет расходоваться, вот, замкнутый цикл, надо охлаждать, а в космосе охлаждать трудно, там нет воздуха, нет воды, ничего, только за счет излучения, да, потому что холодный вакуум, он тепло не примет, он же за это не веществует, пустое место, это как в термосе, там между стенками термоса двойными, там вакуум, ну, воздух откачан, да, поэтому он хранит хорошо тепло, этот термос, воду горячую залил, и целый день она там горячая, если термос исправен, вот, вот такая вот история, получается, с этими термосами замечательными, очень трудно охлаждать, а вторая проблема, это то, что в невесомости, движущиеся детали, приведут к тому, что машина будет тоже двигаться, да, вставлять, то есть надо строго все, если что-то поворачивается по часовой стрелке, что-то должно с той же скоростью, то есть с тем же моментом, моментом импульса, поворачивается в другую сторону, иначе корабль начнет кувыркаться, вот, ну, по-моему, по последним разговорам, все-таки принято же решение это делать без двигателя, да, хотя тут КПД сразу больше, без теплового двигателя реактор использует, КПД больше, вот, но, пилотированный полет к далеким мирам, вообще не надо преувеличивать те дозы облучения, которые можно получить, вот, есть такая легендарная вещь, ее превратили в легенду, это называется радиационные пояса Земли, как вы преодолеете радиационные пояса Земли, ну, их нельзя преодолеть, поэтому американцы не были на Луне, ну, вообще радиационные пояса Земли, их было трудно открыть, потому что в этих радиационных поясах, в основном, частицы тех энергий, которые не проникают, ну, сквозь нормальный алюминиевый корпус, вот, это спутника, и только зарегистрировали, только потому, что снаружи выставили прибор, тот догадался, там, какую-то крышечку сделать, туда выставить прибор, но, по-моему, это на втором советском спутнике, такие вот крышечки были, или на третьем, и вот вы открыли эти радиационные пояса Земли, сохранили это втайне, американцы сами открыли, и назвали их пояса Ван Алина, да, в честь того, кто вот эту работу вел, ну, вот, а так могли бы назвать, любое имя из секретного списка советских специалистов, можно было использовать, вот, такие вот дела, ну, короче говоря, очень трудно, от них что-то, какие-то проблемы с этими поясами нет, значит, откуда они возникают, значит, из космоса к нам прилетают заряженные частицы, основной поток заряженных частиц, это солнечный ветер, нефти какая энергия, вы же знаете, что они к нам летят тут, на солнце вспышки, через сколько-то дней у нас будет магнитная буря, они от солнца летят несколько дней, скорость у них маленькая, вот они прилетают сюда, вот, попадают в магнитное поле, на разных уровнях, на разных расстояниях от Земли, садятся, значит, на, попадают в магнитное поле, начинают, как говорится, навиваться на силовые линии магнитного поля, двигаться к полюсам, вот, они могут долго пребывать в этой магнитной ловушке, над полюсами они попадают в атмосферу, и могут там вызвать свечение кислорода, азота, вот эти вот полярные сияния, это называется, да, у нас обычно северные называются, ну, на юге оно тоже есть, правильное название полярные сияния, положено называть так, вот, за счет этих вот полярных сияний, вот, можно и получать удовольствие, разглядывая их на небе, ну, вот, вот, это вот все магнитные поля, вообще-то говоря, в космос летать, это дозу получать, ну, давайте так вот о дозах поговорим, вообще, вот, в мои годы считалось, что, вот, тысяча рентген, тогда еще в рентгенах мире, вот так получили, значит, рентген, это, так называемые экспозиционные дозы, это сколько ионов образовалось, вот, там, в веществе, сколько актов ионизации, на каждый акт ионизации, тратится, какая-то определенная энергия, это, значит, можно в эти количества актов ионизации, перемножить энергии, получается поглощенная доза, вот, поглощенную дозу измеряют в радах, вот, а эквивалент, то есть, биологический эквивалент, Берр, то ли биологический эквивалент рада, то ли рентгена, но на самом деле, биологический эквивалент рада, вот, ну, и вот, значит, тысяча рад или тысяча рентген, ну, это вот в мои годы считалось смертельной дозой, вот, 500 рентген, ну, это очень тяжелые поражения, ну, вроде как, вот, значит, можно выжить, если там делать переливание крови, пересадку костного мозга, ну, то есть, так включиться, ну, вот, единичный такой случай, спасти можно, вот, помните, тогда была история такая печальная, с японскими рыбаками, Сашхун и Счастливый Дракон, да, и из них умер, они, значит, попали под, короче говоря, американцы проводили на Толле бикини испытания, бомбы водородные, и у них вышла некая неприятность, они рассчитывали, что взрыв будет мощностью порядка 5 мегатонн, а он вышел порядка 15, то есть, это, наверное, второй по мощности взрыв в истории человечества, самый мощный был на Новой Земле у нас, да, вот, слишком большой взрыв был, слишком близко оказался этот дракон, на него выпали вот эти вот разрушенные атолл бикини, вот поднялся воздух, выпал на него, ребята не поняли, в чем дело, играли в эти, в снежки из этого вот, из этого порошка лепили, и один из них радист умер, я все думал, что он самый, больше всех веселился, больше всех дозу получил, нет, оказалось, что его заразили при переливании крови, этим самым, гепатитом, если бы не вот плохая кровь, если бы лучше контролировали кровь, то его бы тоже спасли, все они абсолютно вылечились, вот под такого, после такой интенсивной терапии, все они женились, все они получили большие компенсации, все они оставили много детей, вот такая вот история, то есть, вот как видите, вот не так страшна радиация, даже в таком экстремальном состоянии, ну вот не повезло только радисту, не ту кровь перелили, самый, говорит, веселый парень был, его всех жальче, естественно, вот, ну вот такая вот история, получилась с ними, да, да, ну так вот, сейчас-то вот у нас радиационная техника, вся эта медицинская, очень щадящая, там какие-то совершенно смешные дозы мы получаем, когда делаем, так сказать, вот это, как это называется, флюорография, например, да, а когда-то доза была повыше, чем сейчас, сейчас совсем смешная, потому что раньше использовался иллюминицирующий экран там, да, а с него на очень чувствительную пленку, там несколько тысяч единиц, ну, значит, были такие единицы ГОСТа, да, помните, нет, пленка была ГОСТа, самая большая, что в магазине продавалась, 250 единиц, да, фото 250 называлась, вот, ну, а так она была, вот, и тысячи, и полторы, и две тысячи были, это для аэрофотосъемки, например, такая пленка была, ну, и тут у них тоже была высокочувствительная пленка, а сейчас у нас там электронные методы, да, там все чувствительнее, раньше мы снимки делали рентгеновские на рентгеновскую пленку, сейчас уже часто это тоже делается там некая, на самом деле, матрица полупроводниковая, теперь дозы очень маленькие, и самое главное, сейчас была такая у нас исследование, называлась она рентгеноскопия, это вот сейчас, если мы хотим посмотреть, что у нас внутри, мы делаем компьютерную томографию, или там, как это называется, ЕМР, ядерно-магнитно-резонансную томографию, да, вот, а тут только один метод был, значит, встаете вы перед люминицирующим экраном, сзади на вас пашет эта рентгеновская трубка, перед экраном лежит, сидит такой, с болезненным лицом человек, рентгенолог, экран хоть из толстого стекла, но он дозу получает ой-ой-ой, и такими руки в резиновых перчатках, резина там с добавлением свинцовой пыли, он, значит, нас тут вот толкает, дышите, не дышите, еще выпейте бария, еще давай туда, ну, то есть, так, за этот обследование мы могли там 50 рентген получить, и, в общем, ничего особо не чувствовали, то есть, 50 рентген вполне переносимая доза, вот, откуда берутся нормативы, которые у нас предельно допустимы, а предельно допустимы гораздо меньше, чем 50 рентген, берутся они таким образом, берется уровень воздействия, будь то химическое вещество какое-нибудь, или вот тип радиации, при котором возникают видимые изменения в организме, и этот уровень делится на 1000, вот это можно, то есть, вот такой вот волюнтуристический метод, понятное дело, что получившие там, американские астронавты получали несколько БЭР, ну, несколько рентген за полет на Луну, в разные разы по-разному, зависло от активности Солнца, но понятное дело, что при длительном полете, на Марс, например, быстро ты не полетишь, доза уже будет очень большой, даже не только то, что там в 1000 раз, да, значит, делить там на 1000, что-то такое, нет, там все нормально, там, где в самом деле, очень такая доза, серьезная получается, как из этого положения выходить, непонятно, конечно, в организме человека есть наиболее чувствительные органы, да, это, как говорится, так сказать, гонады, то есть, половые, вот эти железы, и костный мозг, ну, есть ли еще ради торжества, так сказать, прогресса, можно гонады удалить и хранить на земле в холодильнике до возвращения, да, потом пришить, а вот костный мозг, как без него, я не знаю, может тоже без него лететь, там, все время какой-нибудь, так сказать, подливать кровушки какой-нибудь, я не знаю, вот, я не знаю, что придумать, гонады удалить, это я быстро придумал, а вот это я не знаю, чего придумал, да, вот такая вот вещь, то есть, на самом деле, космос не очень гостеприимен, и гостеприимен он не очень, именно потому, что мы быстро летать не можем, а быстро летать мы не можем, энергии не хватит, вот они, большая скорость истечения, вроде как, позволяет, нет, но мощности нет, нужна же мощность, вы же понимаете, вот эти вот ракеты, которые стартуют, у них чудовищная мощность, раз тут все так вот в 10 километрах все промассировало, весь кижечник, правильно? Вот, это очень тяжелая такая вот ситуация, тут, в принципе, она как тупиковая, хотя, мечты как-то вот двигали всех, и ракетчиков, не то, что вот как мечтатели, как Циолковский, да, так сказать, калужский мечтатель, действительно, кстати, великий человек, его сейчас как-то иногда подшучивают, а кто он такой был, а вот он ничего не знал, он не знал, чему синус равен, да, ну, какая разница, мыслил, мыслитель был, свободный полет фантазии, художник своего рода, художник, художник научной идеи, вот так вот он был, и вот это нас, конечно, ограничивается, ну, понятное дело, что исследования с помощью беспилотных аппаратов вполне себе возможны, они будут проводиться, и вот к дальним планетам летают, и аппараты по несколько десятков лет работают, да, в космосе, это вполне себе возможно, но когда заговаривают о полете к другим мирам, ну, с теми резервами, которые вот есть, да, ну, это несерьезно, столько времени техники не прослужат, этому есть свои пределы, конечно, можно сделать что-нибудь такое, типа, типа молотока или зубчатое колесо, которое прослужит тысячу лет, но вот сделать микросхемы, а микросхемы, ведь нам нужны, ну, для большого корабля нужны большие микросхемы, много, чтобы считать, много информации иметь, одна, значит, получается микроминюнеризация, а там уже начинает сказываться процессы, которые называются диффузия между ними, да, ну, вот я на эту тему высказывался, тут же, значит, постоянно у меня вот это вот видео, оно в активе, его всё время смотрят и комментируют, что надо, мол, заморозить всё это дело, ну, может быть, они и правы, кстати говоря, может действительно заморозить, диффузия ослабнет, да, то есть в таком лететь кораблю в замороженном состоянии абсолютно, когда прилетит, бац, включится, отогреться и начинает работать, ну, тоже беспилотный, конечно, корабль, разговоры про то, как, потому что сделать аппаратуру, которая выдержит всю дозу космического обличения, что нужно, ну, наверное, можно, да, а вот сделать человека, который так вот в анапиозе пролетит, да, получивши такую дозу, наверное, уже нельзя, лететь надо тысячи лет, да, вот видите, какая штука-то, это одна из проблем, которая не позволяет рассчитывать на то, что можно будет найти, органический материал, какого-то там миллионлетней давности на Земле, потому что, как ни крути, все-таки доза облучения существует, за миллион лет доза будет достаточной, чтобы разрушить, кстати, все белковые структуры, вот, так что там миллионлетние всякие объекты, чисто решены всякие белков, ДНК, это сугубо окаменелости, как это называется, фасилизация, окаменение, замещение биологического вещества, оно не органическое, вот происходит, а так иначе оно просто разрушится, не выдержит столько лет, камушка выдержит, это не выдержит, такая вот история, ну ладно, мы в палеонтологию почему-то ушли, этого не надо было делать, а вот так вот летать-то очень весело, интересно, конечно. Да, ну и, кстати говоря, с самой зари космонавтики речь всегда шла, про это говорили тогда энтузиасты, где заря была космонавтика, это Хрущев у нас, а у них Кеннеди и его предшественник Эйзенхауэр, Эйзенхауэр, Кеннеди, Хрущев, вот, ну, тогда как-то мыслилось, что надо нам с Америкой дружить, мы достигнем невиданного технического прогресса, в принципе, это было правильно, но как-то дружба не получилась на тот момент, тут и политика мешала, да, тут мы не, мы по-разному понимали, как это все будет выглядеть, должен мир, вот, ну и в Россию стали мы летать, туда-сюда, хотя, конечно, сотрудничество надо было проводить, но сейчас это, по-моему, уже исключено на данный момент, даже те проекты, которые были у нас космические с другими странами, они сворачиваются, даже просто выключаются, был такой давний проект, еще когда ГДР был, он начался, то есть, проект был рентгеновского телескопа на орбите, значит, тоже, вот, он был создан, теперь это российско-немецкий, запустили, по-моему, в 21-м году, а в феврале 22-го года немцы отключили свою часть аппаратуры, да, и вот, значит, там два, на самом деле, было телескопа для разных энергий, рентгеновских телескопов, вот, немецкий выключился, и, соответственно, информации получается гораздо меньше, это большая потеря для науки, на самом деле, то есть, видите, политика не дает науке работать, хотя иногда отрадные вещи, вот, как-то мы узнаем, была работа, это, правда, не космонавтика, физика, так, работа была на электронных пучках, была работа там на встречные накопительные кольца, да, встречные пучки, электроны и позитроны, и там в процессе взаимодействия электрона с позитроном, ну, происходит аннигиляция, обычный процесс аннигиляции это образование пары двух гамма-клантов, но при этом могут и другие процессы возникать, в частности, например, образование двух пемизонов, вот, и что-то там еще вылетает, что-то еще вылетает, да, два пемизона и нейтрина, по-моему, там потом, нет, без ней, вот сейчас не могу, да, нейтрины должны быть, конечно, как же без нейтрины, и нейтрины там, да, в этом процессе, по-моему, задействованы, ну, короче говоря, вот уточнили сечение этого процесса, и, соответственно, а там американская аппаратура использовалась, что накопительные кольца эти были в Новосибирске, аппаратура американская была, и в американском журнале об этом была статья, вот, ну, это был, так сказать, закрывающий вещь, уточнили, выяснили расхождение в определении аномального магнитного процесса миона, мимизона, раньше полагали, что она очень сильно отличалась от расчетного, сильно отличалась, и, значит, в пределах погрешности, точность была очень высокая, там, какие-то миллионные доли, да, ну, вот, на 5 миллионных долей отличалась от результата, ну, то есть, на самом деле, еще мало, но это позволяло предположить, что там есть какие-то еще взаимодействия, но тут, слава Богу, вот, работы проведены, Советский Союз был, по-моему, впереди, наверное, один из тех, кто был впереди планеты всей в области ускорителей электронов, да, мы и в Германии были тоже накопительные кольца, Дейзи назывались, как вот американцы без них обходились, для меня это тайна, знаете, почему? Потому что эти ускорители появились не просто так, это когда делалась атомная бомба, нужно было изучать процесс обжатия вот этого плутониевого ядра, да, а как его изучать, процесс обжатия, нужно же, ну, рентгеном просвечивать, да, вот все эти вот, эти вот, как кумулятивная струя образуется, как пуля летит, там, пуля пробивает что-нибудь, путь, это вот картинки с помощью рентгена получены. А как тут просвечишь? Нужен большой поток рентгеновского излучения, потому что этот взрыв происходит в большой бронекамере, с личной автобус такая бронекамера, в ней это взрывается, и нужен мощный поток излучения, а мощный поток излучения как взять? Ну, вот мощный поток электронов падает на мишень и дает пучок тормозного рентгеновского излучение. Вот в этом тормозном излучении делалась фотография. Кстати, вот недавно был фильм про Оппенгеймера. Может смотрели, да? Перед решающим испытанием они решили посмотреть процесс обжатия ядра этого. Но это как-то там, по-моему, далеко от как сказать-то действительности. Они где-то скрылись за каким-то бруствером во главе с этим генералом Грофсом. И что-то там подорвали. И что они проверили? Ну, что-то, что детонатор сработал? Сработал. Непонятно было совершенно. То есть, вот в этом плане невнятно как-то это все было там у них сделано. Как они проверяли, я не знаю. Вот у нас это так делалось с помощью вот этих бронекамер и мощных источников. Ну, они как-нибудь тоже, наверное, сделали. Просто я об этом не знаю. Вот. Может быть, по-другому сделали. Но у нас вот это вот есть кстати, важнейшая вещь у источники быстроэлектронов. Именно ведь электроны зондируют протоны, нейтроны. Именно они открыли, так сказать, кварки-то эти самые пучки электронов. Кварки ведь находятся внутри нуклонов. Ладно, мы отошли от космоса. Какая... Что в космосе еще замечательного есть? Какие какой-нибудь... Хочется вам какой проект предложить, который... Ну, по крайней мере... пытаются еще освоить. Все время к Марсу истребляются. Ну, Илон Маск, да, он молодец, конечно. Ну, вот про полет на Марс, что он ничего нового, так сказать, принципиально не отменил. Да, вот он полетит туда. Ну, не знаю. Наверное, он будет разгоняться с обычным двигателем, конечно. Да? Наверное, туда доставят какое-то количество грузов. Ну, надо много ракет на... Ну, и... А, ну да, я же добыл. Илон Маск, он как раз в той системе экономической живет, где проблем с капиталом не существует. Деньги он достанет. Деньги он достанет, это все нормально. Построит пирамиду долговую и будет прекрасно жить и функционировать его наука будет. Нет, ну, это... Может быть, это да. Может быть, он строит колонию там. Ну, вот колонии трудно назвать. Скорее научные станции. Правда? Даже в Антарктиде можно придумать себе колонию. Ну, живут они там на льдине. Не знаю, что. Разводят пингвинов, может быть, охотятся на китов. Ну, я не знаю. Ну, что-то придумать можно. В конце концов, добывают нефть, например, да? Да, можно придумать. А вот тут как-то я даже не знаю, как, что придумать, как колонистам там жить. Там же не проживешь, воздуха нет. Даже необитаемый остров это гораздо хуже. Вот. Так, что-то я хотел сказать-то поучительное. А, вот какой-нибудь, какие-нибудь там огромным проектом заинтересовать, да? Значит, ну, огромный проект-то вот такой. Он сам по себе получается. Это проект Астрон, на самом деле. Радио Астрон такой был. Это институт, физический институт Академии наук имени Лебедева. В принципе, вот в развитии этого радиоантенна, которая находится вне Земли, то есть позволяет сделать интерферометр огромных размеров и изучать очень, получать очень детальное радиоизображение удаленных объектов. Ну, если там, астрофизических объектов. Вот. Но второй момент, это можно, такой, явно нереализуемый проект, превратить всю поверхность Луны, ну, или хотя бы обратной стороны Луны, значит, покрыть сеткой этих самых антенн, да? Сеть антенн огромная. Огромное антенное поле, да, огромное антенное поле, как это называется-то, фазированная антенная решётка огромная, да? И с помощью этого огромный фар, там, тоже можно получать большое разрешение, сделать какие-нибудь радиолокации, далёких миров, ну, не звёзд, а далёких планет. Ну, я не знаю, это как-то так просто, масштабный проект ради масштабного проекта. Понятно, это никто реализовывать не будет. Найдётся другой способ, как то же самое сделать, вот хотя бы как радиоастрон. Вот. Ну, вот что, что действительно продвинуло науку, это космические телескопы. Потому что, во-первых, в космосе можно принимать инфракрасное излучение, раз, это очень важный момент, на Земле это глухо, атмосфера не пропускает. Вот. Ну, и плюс к этому, там же ещё гамма-рентгеновское излучение. Тоже. Вот эти вот гамма-телескопы, рентгеновские телескопы, ну, и обычные оптические, включая инфракрасные. Они вообще очень сильно меняют представление нас об окружающей нас Вселенной. Ну, вот, между прочим, мне кажется, вот незаслуженно, знаете, вот кого, кого не наградили Нобелевской премией, вот, кто вполне был ей достоин, он уже на том свете, поэтому уже не наградят. Это, так сказать, Амбурцумян, наш советский астрофизик, вот у него была целая бюроканская астрофизическая обсерватория, я знаю, так, две фамилии Амбурцумян и, так сказать, Маркарян. Вот именно благодаря этой команде мы себе представляем сейчас Вселенную такой, какой мы себе представляем. До Амбурцумяна Вселенная была гораздо теснее и непонятнее. Вот он сделает понятнее. Амбурцумян. В этом плане вот как-то он незаслуженно совершенно забыт. Вот это вот мне непонятно. И у нас он тоже как-то незаслуженно забыт. Ну, видимо, какие-то... Не знаю почему, честно говоря. Армяне его даже не знают. Вот спрошу студента Армянина, кто такой амбурцумян знает. Ну, как же, как же, говорит. Это директор полудовочной базы. Может быть, и правда есть такой директор полудовочной базы. Но если есть какой-нибудь директор базы по фамилии Ландау или Главбух, я всё равно вспомню Льва Ландау, физик и теоретик, понятное дело. Они... Ну, есть ещё актёр такой, Мартин Ландау, как вы знаете, за границей. Ну, я всё-таки вспоминаю Льва Давидовича Ландау, да? И своего кота Льва Давыдовича Ландау. У меня есть такой кот Льва Давыдовича, в отличие от того Давыдовича. Вот. Вот такие вот дела. Ну, тут много всяких есть особенностей. У нас вообще большая часть космонавтики направлена на околоземное пространство. Спутники запускать как можно больше. Вот Илон Маск тоже тут засорил околоземное пространство спутниками своими. Засорил. Это не моя точка зрения. Точка зрения астрономов. Потому что они мешают астрономам наблюдать звёзды. Потому что они всё время, какой-нибудь спутник Илона Маска, попадает к ним, значит, вот в поле наблюдения. Значит, там прочерчивает полосу, да? Мешает. Мешают они наблюдать. Вот. Ну, зато на Земле связь лучше. Зато система глобального позиционирования, наблюдения за поверхностями Земли, погода, геологические исследования. Всё это отсюда есть. И вот запускать эти спутники можно по-разному, кстати говоря. Уже со стародавних времён, это, значит, наверное, в 80-х годах активно обсуждалась тема. Как запустить небольшой, значит, аппарат с помощью самолёта? Типа берётся обычный самолёт-истребитель, ну, тот, который может километров на 20 подняться вверх, может даже на 30, если уж потребуется, если партия и Конгресс прикажут, да? То, значит, ну, и он несёт длинную-длинную ракету. Вообще это первоначально разрабатывалось, как некое противоспутниковое оружие. То есть, ну, понятно, самолёт достаточно, так сказать, мобильная вещь, на нужную орбиту вас выведет, да? И запускается, запускается. А это можно выводить на орбиту небольшие спутники. Без этих вот грохот ракет, без этого самого, без всех этих сопутствующих вещей. Кстати говоря, ущерба для природы тоже не будет такого большого. Самолёт взлетел, запустил туда и полетел. Кстати говоря, вот на МАКСе, МАКС – это московский аэрокосмический салон. Вот он иногда случается, этот МАКС. И вот на МАКСе я видел некий небольшой такой вот ракета, я пытался показать, ну, как большую рыбу, когда рыбак показывает, как он поймал. Вот такая вот большая рыба, которая запускает небольшой спутник, но её сбрасывает с самолёта. Вот самолёт на высоко летит, его сбрасывает, он включается, и что-то там выводит на орбиту. Ну, там, как видите, это всё гораздо компактнее. Вообще говоря, сейчас ожила, но она всё время живёт, трясётся, оживает, оживает, затухает, оживает, затухает. Да, внешняя концепция, ну, как бы это сказать, ракетоплан. Когда я был маленький, это называлось ракетоплан. На самом деле ракетопланом называется ракетный самолёт. Помните, был такой лётчик-испытатель Бахчи Ван Джи, он погиб, испытывая такой ракетный самолёт. То есть это самолёт, у которого просто жидкостный ракетный двигатель, окислительный восстановитель, по-моему, кислород и керосин такой же, да, и вот он, значит, развивал большую скорость. Вот истребитель, да, истребитель, который сверхскоростной. Это времена Второй мировой войны, да. Вот. А так вот ракетоплана, это была немецкая идея. Запускается ракетный самолёт. Он не выходит на орбиту. Он поднимается в верхние слои атмосферы, и совершает суборбитальный полёт. Это то, что Ричарда Брэнсона, да, сейчас? То, что Ричард Брэнсон несколько лет назад устраивал. Ну, примерно то же самое, но не совсем. И вот он запускает его, тот, значит, входит в плотные слои атмосферы, тут он может сбросить бомбу, например, и отражается от этой атмосферы, и дальше. И, может быть, в принципе, совершить круговой такой полёт, сбросивший бомбу на Нью-Йорк, например, да. То есть, заказ тогда такой был, да, разработать такой бомбардировщик, который, если нужно, может бомбить заводы Урала, да. Он, по-моему, назывался как-то «Уральский бомбардировщик», они его так называют. Ну, или бомбить, например, атомные бомбы Нью-Йорк. У Гитлера, как у художника, была такая мечта о таком перфомансе, значит, небоскрёбы и бомбы, как это прекрасно выглядит, да, у него такая была идея. Бомбы и небоскрёбы. Вот. Ну, вот эта идея художественная не осуществилась у него, как и многие другие его замыслы, отнюдь не художественного плана. Вот. И вот к этой идее регулярно возвращались. Если вы помните, значит, у американцев в конец 50-х годов была система, ну, программа полётов на таких ракетопланах, они, в принципе говоря, преодолевали вот эту линию Кармана 100 километров. Это считается высота, на которой, чтобы лететь самолёту, да, с помощью своих аэродинамических плоскостей, там воздух разреженный, нужно уже всё равно иметь скорость, с порядка скорости спутника. Он и так не упадёт, да. Вот. То есть они где-то преодолевали линию Кармана, несколько из них, да, это 100 километров у нас так. У них что-то своё тоже за глаза, в своих милях что-то круглое. Вот. А у нас 100 километров. Вот. Ну и... А потом регулярно к этому возвращались. Они поставили такой ракетоплан на ракету, ракета выводит его в космос, а он, вот в чём замечательном в нём, у ракетоплана, как противоспутниковое оружие. Он вышел на орбиту, а дальше он может зайти немножко в плотные слои, отразиться из них и орбиту изменить. Вот такая идея была. Понимаете? То есть это вот оружие противоспутниковое, с орбиту на орбиту. В принципе говоря, такой же проект был у нас, «Спираль» назывался. Ну, его забарковали, высшее руководство забарковало, оно ему не понравилось, хотя, видимо, очень здравая была идея. Ну, я вам рассказывал про конкуренцию между разными конструкторскими бюро, она такая была, наполитическая. Как говорил наш главный конструктор, без политики нет техники, но и без техники нет политики. Вот такая вот у него была философская концепция, ну, какие-то политики. Ну, между прочим, самую замечательную его разработку политика съела-таки, да. Опобедивший сделал какую-то непонятную корягу хуже того, что предлагал наш. Ну, нашему не дали сделать. Потому что тот сумел уговорить, тот оказался весомее нашего. У нас же другие вещи дела, тем не менее. Но обидно, слушай. Идея была замечательная. Вот. Она еще ждет своей реализации, я думаю. К ней опять обратятся люди. Вот. И не только в военных целях. Так. Ну, вот. Так и вот запускать побольше спутников хочется всегда. Вот. Запускать побольше спутников. Ну, тем самым, конечно, будет происходить действительно засорение околоземного пространства. Мусор, как говорится, да? Космический мусор. Ну, надо просто правильно понимать, что такое космический мусор. Он же ведь не лежит на месте, он движется. И чтобы с ним столкнуться, надо тоже сдвигаться. Причем двигаться с той же самой скоростью, что вот этот мусор. Если вы с ним не столкнетесь, если вы сдвижетесь с ним с такой же скоростью. Правильно? Ну, то есть, если вы чуть-чуть разной орбиты имеете, ну, тогда, наверное, можете столкнуться. Но в основном такие вот столкновения, возможно, и с мусором, они бывают с очень мелкими частичками, которые летят по другим траекториям, там, да, вот там, находят такие микрократеры на иллюминаторах, на обшивке, там, вот про них тут. Иногда любят на эту тему статьи писать, научные и популярные тоже. Ну, вообще говоря, космическое исследование, подготовка их, исследование вот режимов полетов, материаловедческие исследования, это не менее такой вот большой пласт науки, чем атомная технология. Атомная технология – это отдельная как бы страна в стране, да, она очень замкнутая. Ядерные технологии казались всегда очень секретными, поэтому там заборы до сих пор стоят очень плотные, вот, закрывают от постороннего глаза. А вот ракетные – это, ну, в силу, так сказать, международного сотрудничества, всех этих вещей, это так более-менее прозрачно. А из-за заборов ядерных вылезли только ядерные реакторы, ну, вот, такие вот научные вещи, типа ускорителей, вот это все, да, вылезли из-за забора. А что там за забором происходит? Там, говорит, очень интересные вещи происходят. Мы о них очень редко узнаем, когда какой-нибудь юбилей, и вот на президиуме Академии наук кто-нибудь там, так сказать, доложит, обзор работ сделает. Ну, там, у-у-у, чего они делают, оказывается, да. Ну, пока эти президиумы показывали, я их на своем канале пересказывал. Да, вот я посмотрю, он же длинный, целый день они там на президиуме сидят. Ну, а теперь их там не показывают. При новом президенте Академии наук Шаа Вася больше не посмотришь, не попрыгаешь. Вот, не надо критиковать академиков. Лучше критикуют, критикуют. А вот недавно опубликовали проект бюджета, да, там, значит, вот в злые языки сказали там, что вот на, как это называется, пеницитарную систему там, вот какую сумму ассигновали, а на Академию наук вот какую сумму. Но люди того не понимают, что в расчете на одного заключенного там пришлось денег меньше раз в пять, чем на одного академика в Академии наук. Так что все нормально. Делайте больше академиков, делайте меньше заключенных, ведите себя прилично, не попадайтесь, и будет больше доставаться академикам, да. Это такая вот, так сказать, язвительная моя ответа на эту тему, да. А то, видишь, ты критиковать взялись, а. Не нравится им. Академикам мало платят. Ну, правда, академикам мало платят. Мне академики рассказывали, всего 87 тысяч рублей они получают, наверное. Безобразие, да? Ну, к сожалению, да. Системы образования и научной системы это проблемы большие достаточно. Когда-то раньше академик получал 500 рублей, а член-кор 250. Только за то, что он академик, только за то, что член-кор. Тогда это были сумасшедшие деньги. Тогда даже 50 рублей кандидату наук казались вообще очень большими. А доктору 100. Представляете? Доплата такая полагалась. Ну, такие дела. Как Сажа Небела. Ну, по-моему, вы не исчерпали ваши вопросы, нет? Да, на самом деле исчерпали. Как раз вот по основным и прошлись. Как раз и по радиации прошлись, и затронули полеты. То есть, как раз и про Луну немножко сказали, и про Марс. Ну, и, в общем, как раз с Циолковского оттолкнулись. То есть, как раз вот по всей... Ну, был еще, вот обязательно скажут, был такой проект, какой-то наш миллиардер его спонсировал на международном уровне, что, дескать, построить гигантские лазеры на Земле. Там с какой-то чудовищной энергией. Чуть ли не вся энергосистема планеты Земля должна на них работать. И эти лазеры должны своим лазерным излучением ускорять некие такие небольшие, ну, как бы сказать-то... ням-ням-ням-ням-ням-ням... Как парушники такие, знаете, да? Солнечные паруса, да? Оптические парушники с какой-то там маленькой массой. Ну, сейчас-то все миниатюризация, но потом уж несколько грамм, да? Ну, насколько я понимаю, это совершенно фантастическая вещь. Я как-то пытался посчитать эти энергии, которые будут падать на эту тоненькую плёночку отражающую. Да ещё к тому иметь в виду, что свет-то будет проходить в толщину на некоторую длину, на некоторую глубину в любом случае. Вот, и нагревать будет он её при отражении. Сколько бы ни отражался, он будет нагревать его. Надо просто испарить, я думаю, эту плёночку в такой свет. Но зато привлёк к себе внимание миллиардер. Чёрт делать. Ну, как отказаться взять деньги от миллиардера? Давай посчитаем, давай, давай. Ну, это как вот... Как это сейчас называется такая... В науке есть болезнь, можно сказать, наверное. Это называется гранты, да? Ну, ладно, всё. За каждый грант надо потом ещё отчитываться, писать отчёт. Это вот когда я на телевидении работал, на первом образовательном, вот приглашал к себе на передачу собеседнику. Да, я не могу, мне надо до конца года отчёт по гранту писать. Ну, ладно, тогда в январе. Тогда в январе, да. Вот такие вот были дела у нас. А так-то в основном тема космического туризма была, но это такая специфическая, получается, тема. То есть долетели до небеса. А вот, кстати говоря, кто снял первый фильм в космосе? Художественный. Ну, все скажут, это вызов, да? Вот, да, полуметражный, да, вызов. Один американский турист космический, он, значит, там в космосе, присочинил себе там некий такой немножко комедийный сценарий и там разыграл, снял, там попросил некоторых там космонавтов, астронавтов поучаствовать. Вот, они там поучаствовали, он поснимал, смонтировал. И была короткометражка, есть такая, такая вот слегка юмористическая существует. Ее тоже можно в интернете посмотреть. То есть он чуть-чуть опередил. Не, ну, такой блокбастер, конечно, это впервые. Шаркнули по душе, да. Не все были этим довольны, говорят, в Роскосмосе. Ну, что делать, что делать, что делать. А популяризация с другой стороны тоже. Популяризация, да, все-таки это... Может быть, попытка вернуть мечту. Сейчас никто не мечтает идти в космонавты, лететь на другие планеты. А раньше как-то от бедности мы только об этом и мечтали, ведь, да. Кто вот раньше ехал, пересекал, там, я не знаю, бескрайние просторы Сибири, чтобы где-то там поселиться, да. Ну, люди-то бедные сделали в основном, потому что искали лучшие доли. Кто-то Атлантику пересекал, там, в Америку заселял. Кто такие американцы? Потомки тех людей, кто искали лучшие доли. Да, вот. Ну, исключая чернокожих, которые лучшие доли не искали, их туда везли на работу. Ну, вот, их предков. Да, это понятно. Ну, а тут вот, чтобы не попасться, надоело тут жить под присмотром, туда уходили. Все искали такой беловодие, где нет ни жандармов, никого, ни полиции, ни царя, нет, живи себе, живи. Ну, и вот, дошли до Тихого океана, а за ними власть по пятам шла, да. Так вот, да, кстати говоря, вот юридические аспекты в космосе, да. Ведь до недавнего времени относительно действовали соглашения, которые были в ООН еще давным-давно приняты, о том, что все результаты космических исследований, ну, являются, так сказать, общим достоянием. Ничего не стоит. А вот при президенте Трампе, да, он, значит, на эту тему был, у него его, так сказать, меморандум, или как там называть, заявление, о том, что нет. Потому что некоторые результаты исследований могут иметь коммерческую ценность, да. Ну, как вот, представляете, вы исследуете геологические исследования, вы сказали, вот тут вот нет ничего, а тут вот нефть, да. Понимаете, это же имеет ценность. Вот, ну, так вот, что вот такие вот вещи. То есть предъявить какие-то требования на территорию, какие-то участки на Луне, правда, не совсем понятно, а для чего, да. Ну, с другой стороны, вот для чего. Тогда в свое время, когда это был конец 20-х годов, по-моему, или начало 30-х, Советский Союз установил так называемую границу полярных владений, да. Любая земля, которая здесь находится, вот она наша, да. Ну, это было, так сказать, таки военно-политические, потому что боялись, что на этих островах будут располагать, так сказать, базы дирижаблей. Тогда еще дирижабли мыслились как средство нанесения удара, вот, ну, чтобы не было там никаких разговоров. Вот, ну, на всякий случай, хотя какая в них, так сказать, экономическая польза? Никакой в этих островах. Ну, а сейчас выясняешь, а там, глядишь, можно нефть добывать, тоже. Вот оказалось, вот тогда об этом никто не думал. А сейчас оказалось, что я был в глобальной потеплении, глядишь, там плавать можно будет, судоходство осуществлять. Так что тут повернулось как-то немножко другим концом. Так может и с Луной быть. Давай-ка застолбим, говорят американцы. Застолбили, а там решим. Стоит это считать? Нужно было или не нужно? Застолбить-то ничего не стоит, объявил, это мое. Вот, мое, не мое, но тем не менее. Вот, ну, такие вот дела. Ну, я надеюсь на продолжение наших бесед недалеко. Да, 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 очень интересно, очень интересно всегда. Да, большим интересом как раз и на канале пользоваться в плане комментариев и так далее. Всегда большой, широкий отклик. Спасибо, спасибо.